Коллеги, здравствуйте, поздравляю вас с завершением конференции. Приятно еще впереди, поэтому спасибо, что дождались, отсидели. И как раз под конец я хотел бы рассказать в своем докладе. Нас постоянно спрашивают, а что у вас нового в ARM? Чем у вас новый ARM отличается от старых? Мой доклад основан на человеческой боли, на сотнях отчетов об ошибках и предложениях улучшений. И реально каждый слайд – это просто десятки человеческих душ спасенных, возможно даже и судеб. Я недавно занимался задачей поиска похожих документов и так плотно исследовал вообще состав библиографических записей. Но я скажу вам такое, что там ничего хорошего нету, потому что взять ключевые слова, какой-нибудь учебник по математике, в нем ключевое слово математика в этой библиографической записи. То есть очень такие вещи происходят, скажем, не совсем корректные с точки зрения каталогизации. О чем я вообще хотел сказать, что библиотечный каталог – это лицо библиотеки, потому что мы тут все разговаривали о великих вещах. И попробуем спуститься чуть пониже. Современный библиотечный каталог – это не только какие-то системы учета, движения фондов, это еще процесс генерации контента. Почему именно я называл создание библиографических записей генерацией контента? Потому что это творческий процесс. И вот почему я обратил внимание на ключевые слова. Каждый пишет, как он вообще видит. Да, то есть я художник, я вижу. И создание каталога требует нескольких решений. В первую очередь это в целом безошибочно работающая система, но что немаловажно, это еще удобный интерфейс. Вот моя первая часть доклада, она будет про удобный интерфейс и почему это удобство улучшает жизнь людей, а возможно и здоровье. У каталогизаторов есть одна особенность. Они так же как инженеры, программисты и дизайнеры работают в специализированной среде. То есть если вы обратите внимание, они целый день сидят и создают записи в одном и том же интерфейсе, в армии КАКАР. Программисты и инженеры также используют специализированные средства. У программистов это интегрированные среды разработки, и у инженеров это специализированные КАДы. Ну а собственно у комплектаторов и каталогизаторов это армия. Ну и на выходе получается продукт, которым пользуются другие пользователи. Основная работа каталогизаторов приходится в редакторе записей. Библиографическая запись имеет сложную структуру с десятками, порой сотнями узлов. И возникает проблема при редактировании, что каталогизатору нужно одновременно и просматривать информацию, которая содержится в этой библиографической записи, и общую, и просматривать частную информацию. Например, на вот этом скриншоте представлен интерфейс, и мы видим, что в одном узле спрятано целое примечание. Какие возникают проблемы? Существует несколько подходов к построению интерфейсов. Вот в различных абиссах я видел таблицы, какие-то формы. С ними не очень удобно работать, потому что при редактировании приходится открывать какое-нибудь модальное окно, которое закрывает общий вид. И в нашем армии комплектования каталогизации применено решение, которое присуще многим профессиональным инструментам типа CAD или IDE, или каких-то графических редакторов, когда вы наводите курсор на узел, и у вас открывается сбоку редактор. Казалось бы, компромисс найден, пользователь видит общую картину, а также детализацию нужного узла. Но возникает проблема банальная, когда человеку неудобно перемещаться по этому дереву и переключаться между узлом и редактированием. То есть постоянно нужно что-то делать. Есть такой закон фикса, он применяется в проектировании графических интерфейсов. Он гласит, что чем дальше у вас находятся элементы и чем точнее вам нужно прицелиться, тем больше времени нужно потратить на вот эти все действия. Как можно минимизировать вот эту функцию? Ну, например, взять вот этот коэффициент дистанции от точки старта до центра цели. Ну, например, поставим мысленный эксперимент. Если мы будем щелкать на одну и ту же точку мышкой по экрану, будем это очень быстро делать. А если будем щелкать на точке в разных местах экрана, будет медленно. Уменьшим это расстояние, у нас получится, что среднее время, которое тратится на работу с интерфейсом, будет зависеть, грубо говоря, от скорости работы головы. Как уменьшить расстояние между элементами? Правильно. Это учиться работать с клавиатурой. Работа с… Да, ну, были даже такие случаи, когда человек набирал карандашом. В общем, шутки шутками, но на самом деле очень многие коллеги хотели вот именно управление с клавиатурой. А коллеги из библиотеки для слепых и слабовидящих, а некоторые вообще там просто работают на клавиатуре. То есть у них там может быть какие-то проблемы с использованием мыши. Ну и, собственно, вся задача свелась к тому, что каталогизатор клавиатуры перемещается по узлам библиографической записи, нажимает Enter, его автоматически перебрасывает в редактор, он там что-то поискал, набил, опять нажимает Enter и обратно возвращается на библиографическую запись и дальше стрелками путешествует по ней. То есть мышкой в целом можно не пользоваться, не тратить время хотя бы на перемещение руки с клавиатурой на мышь. Вот этот страшный список, это вот каждая просьба, каждый пунктик появлялся по чьей-либо просьбе. Здесь даже вот люди хотели создавать под поля, там shift и код под поля, например. До такого уже дошли. Ну это вопросы, касаемые удобства интерфейса, вот, и теперь я приду к вопросам автоматизации, когда ARM помогает сократить время каких-то рутинных задач. Ну, первый пример, который приходит на ум, это автоматически генерация сведений об ответственности. Она сделана в соответствии с ГОСТом, и когда мы ее внедрили, посыпались много вопросов, а почему у вас есть первичная ответственность, есть вторичная, почему у нас располагается так. В общем, ARM начал реально помогать людям и заполнять эти сведения в нужном формате, потому что у всех свое, опять же, видение. Ну и банально экономят время, чтобы вручную не вводить. Работа с классификаторами, ну, она, во-первых, является обязательной, да, при хорошем описании. Во-вторых, возникает проблема, что каталогизаторы где только не ищут эти классификационные индексы. И на сайте RGB, и в каких-то бумажных изданиях там все устаревает, либо как-то неудобно ищется. Есть УДК, есть ББК, есть еще какие-то справочники. Опять же, работа вызывала боль. Мы создали вот единый инструмент для работы с различными классификаторами. Здесь вот на примере есть различные таблицы ББК, ГРНТИ, УДК. То есть пользуйтесь в одном месте как угодно. И еще одна проблема – поиск по классификаторам. То есть мне не очень нравились вот эти интерфейсы. Где-то вот просто там по тексту ищешь, выводится список. Где-то вообще поиска нет, там нужно. Вот разработали полнотекстовый поиск по самим классификаторам. То есть мы когда ищем какой-то там термин, у нас раскрываются все узлы, где он был найден. Это довольно-таки удобно. И очень многие сказали спасибо. Вот реально удивляешься, когда, казалось бы, делаешь какую-то вещь, тебе потом говорят спасибо, спасибо. Еще одна задача – это прикрепление электронных документов, таких так, обложек, полных текстов. В разных библиотеках эти процессы делаются по-разному. Кто-то все копирует на FTP-сервера, кто-то там какие-то облачные сервера. Проблема здесь в том, что человеку нужно знать, куда это все копировать, как организованы все папки и прочие вещи. Ну и в целом ему нужно переключаться с одного инструмента, там, допустим, с Arma, на какой-нибудь там файловый менеджер, куда он будет закачивать это все. Бывает, ну, кто на что гораз, вот миллион всяких вариантов загрузки электронных документов. Arma позволяет автоматизировать этот процесс, автоматически загружает электронные документы в Abyss и заполняет, ну, например, 856-е поля в соответствии с типом ресурса. Вот пример. Мы загружаем туда полный текст, указываем, что это тип содержимого полного текста, и в 856-м поле появляются все нужные данные. То есть никуда не нужно переключаться, раз, и все. Ну, вот, например, как на сайте нашей библиотеки используются эти вещи. У нас была задача сделать новое поступление, начали придумывать всякие интерфейсы, куда загружать обложки, как, в каком виде, сказали, вот будем так. Вот это все делается чисто на библиографических записях в армии. Вот вопрос учета фонда. Для меня было большим удивлением, когда я узнал, что библиотекари, там, комплектаторы создают списки списанных экземпляров, или когда передаются издания в другие отделы, то есть каким-то образом генерируется Excel-файл, распечатывается, переносится экземпляр куда-то в другие отделы, люди начинают построчно читать этот файл, вбивать опять же в армии экземпляры и как-то списывать. Придумали такой инструмент, как списки экземпляров. Он позволяет быстро создавать, ну, например, путем сканирования штрих-кода экземпляра, список, с которым потом происходят какие-то вещи, например, массовое списание или построение отчетов, или вот перемещение, другие отделы. Вот пример списка. Казалось бы, такой, ну, не очень-то сложный инструмент, но там уже начали превышать пользователи все лимиты. Когда начали движение, фонда составляет несколько тысяч там экземпляров в одном списке, такие вот объемы. Также были созданы списки библиографических записей. Вот у нас сотрудники экспортируют, описывают статьи для Марса и потом в поиске ищут по одной записи и выгружают в отдельный файл. Ну, также очевидный инструмент – это создание списка библиографических файлов. Создали список, добавили в него записи, спокойно выгрузили файл, например, для Марса и отправили куда нужно. Ну, или построили какие-то отчеты. Какие отчеты, я думаю, все знают. Также возникла проблема с импортом больших файлов. То есть бывает такое, что кто-то присылает экспорт своей библиографической базы. Вот, например, в нашей базе содержится около 788 тысяч библиографических записей. Хочется посмотреть вообще, что происходит там, но не получается, не хватает памяти. В некоторых случаях нужны просто какие-то отдельные файлы. Вот посмотрите интерфейс, который прекрасно открыл 788 тысяч файлов, при этом не особо потратив оперативной памяти. А здесь мы уже поискали по этим 788 тысячам, причем индексирование производилось в самом армии. То есть не нужно было загружать в какие-то абисы. Для поиска последующего все произошло локально. Появилась функция инвентаризации, когда комплектаторы сходят по фонду и сканируют нужные экземпляры. Ну и потом, соответственно, происходят какие-то вещи. Ну и на этом я хотел таким лозунгом завершить, что любите каталогизаторов, потому что вот реально иногда смотришь и видишь, как работает человек на маленьком мониторчике. Они целый день сидят в одном и том же интерфейсе, поберегите их здоровье, поберегите их глаза. Вот. Ну спасибо за внимание. Вопросы уже, мои коллеги? Смотрите, вот эти списки, которые формируются, их можно формировать без программирования графическим интерфейсом? Или надо программировать? Без программирования чего? Вот. Я видел, вы показывали списки. Это некая фильтрация данных из базы. А эти списки можно графическим интерфейсом составлять каким-то фильтром? Или без программирования? Это без программирования все делается. Настройки дополнительных фильтров. И потом можно сохранить и многократно использовать, да? Ну сами списки хранятся в служебных записях, поэтому, ну, наверное, можно сделать, кстати, хорошую идею для экспорта списков. Но пока что они просто сохраняются и ими пользуются. Спасибо. Спасибо.